Всем привет! Это канал об Оксфорде, образовании и науке, и меня зовут Владимир. В данном видео я бы хотел рассказать вам об исследовательских группах, стадии групп по-английски. И если вы студент или аспирант, и вам хочется почувствовать, что такое настоящая наука, или вы хотите познакомиться с лучшими студентами и учеными этого мира, или вы любите просто путешествовать, то смотрите это видео. Идея стадии групп была предложена много лет назад профессором Джоном Акиндон. Кстати, он до сих пор продолжает работать в Оксфорде. Итак, это недельное мероприятие, на которое приезжают люди из реальной экономики, из индустрии или еще каких-то других секторов, и ученые. И вот в течение недели они работают над решением реальных, насущих проблем. Формат мероприятия очень простой. В первый день представители фирм рассказывают о своих проблемах. Они прям делают там 20-минутную презентацию, где говорят о том, с какими на данный момент технологическими проблемами сталкивается их фирма. И обычно таких фирм где-то 5-6. После чего ученые разбиваются на группы по интересам. То есть каждый выбирает, какой задачей он хочет заниматься и какой задачей он хочет помочь с решением. Итак, ученые расходятся по комнатам. Вот, скажем, у нас есть 5 комнат, и в каждой из них рассматривается одна проблема. Ученые, в принципе, могут переходить из одной комнаты в другую и заниматься разными задачами одновременно. Ну, там, если особые гении какие-то попадаются. И вот, по истечении 4 дней ученые, каждая группа выставляет свой отчет о проделанной работе. А именно они рассказывают, удалось ли им решить проблему или, по крайней мере, как-то ее формализовать и поставить задачу. Иногда, вот, можете себе представить, группа ученых может вот так вот раз и в течение 4 дней разрешить проблему. А иногда это позволяет просто детально сформулировать задачу и, скажем, найти специалиста, который смог бы ее решить, ну, там, скажем, в течение полугода или год. И фирма, кстати, может оплатить такие исследования, если действительно интересна эта проблема. Вы, как студент или аспирант, можете выступить на стороне ученых. И вот вместе с какими-то ведущими мировыми профессионалами, профессорами, вместе решать задачи, зарядиться от них какой-то энергией, какими-то идеями, увидеть, как действительно работает прикладная наука. Важно заметить, что обычно в стадии группы полностью покрывают затраты на проживание и на питание. И иногда они покрывают даже затраты на билет и визу. Лично со мной такое случалось. И от вас, как студента или аспиранта, требуется только проявить интерес и отправить свою заявку вот на стадии группу. Стадии группы проходят по всему миру, абсолютно во всех уголках. В Европе, в Америке, в Азии, вообще везде-везде, даже в Астралии. Лично я сам участвовал в организации исследовательской группы в Москве в 2011 году, которая, на мой взгляд, прошла очень интересно. Если говорить о задачах, которые решаются на стадии группах, то они могут быть совершенно из разных областей. Например, это может быть работа над какими-то проблемами, связанными с лечением рака. Или это может быть проблема установки ветровых генераторов в какой-нибудь долине Ирландских гор. Или это может быть проблема, связанная с обработкой данных в банковской или медицинской системе. Это может быть проблема создания устойчивых зеленых крыш. Знаете, это когда в Европе газоны выращивают на крышах. Вот они хотят создавать эти газоны устойчивыми, чтобы они развивались, росли сами по себе, без всякого полива или участия человека. Однажды в Ирландии была задача, связанная с пенообразованием в Геносе. Или одна интересная задача была связана с тем, как правильно выкачивать молоко от фермеров и транспортировать его на молокозавод, чтобы там образовывалось меньше пены. В общем, совершенно разные задачи. Одна из проблем была связана с уменьшением количества брака при производстве контактных линз. И надо сказать, что вот мой коллега, он получил довольно крупный грант на год, чтобы он мог вот сконцентрироваться и работать исключительно над этой задачей. Вот видите, вот именно так создается взаимодействие индустрии и науки. Именно так наука действительно вот входит в нашу жизнь и помогает нам жить лучше. Как я уже говорил, все исследовательские группы проходят буквально по всему миру. И, конечно, они заранее объявляются на определенном сайте. Внизу под этим видео я дам ссылку на данный сайт. То есть, чтобы вам принять участие, вам всего лишь требуется пройти по ссылке. Вы увидите список исследовательских групп. У них бывает разная направленность. Например, медицинская тематика или какая-нибудь индустриальная, связанная с добычей нефти или чем-то еще. Вы выбираете интересующую вас исследовательскую группу, кликайте на нее. Обычно там также заранее публикуется список рассматриваемых проблем. И если вы чувствуете, что они вам интересны или близки, то вы просто можете дальше там кликнуть на кнопку или отправить по e-mail запрос вот со своим мотивационным письмом о том, что вы бы хотели принять участие. Конечно, если вы отпетый турист, то вы можете выбирать исследовательскую группу по принципу, в какую страну вы бы хотели бы съездить и посмотреть. Но это неправильно. Я вам этого не говорил. Важно отметить, что рабочим языком в исследовательских группах является английский. И, естественно, вам следует его знать хотя бы на сносном уровне. Еще по итогам стадии группы обязательно пишется отчет. И выглядит он как публикация. Это по сути своей есть статья, статья о проделанной работе и достигнутых результатах. И если вы будете хорошо трудиться буквально в течение этих пяти дней, и ваши участия другие участники заметят, то, естественно, вас включат в список соавторов вот этого отчета. Таким образом, если вы студент, у вас появится публикация. Эта публикация может быть с очень-очень хорошими учеными, которые потом, возможно, смогут вам даже написать рекомендательное письмо. И вот это, это может быть очень важно, если вы вдруг захотите поступать в Оксфорд или еще какой-то университет. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал и ставьте лайк. А в следующем видео я расскажу, зачем же нужны научные публикации. Так что не пропустите.